А тем временем Бен у нас в студии. Бен, добрый вечер. У тебя влог про Рождество в этот раз. Рождество — это ёлка, Санты, конечно, снег. Снег, пожалуй, сейчас для Британии наиболее актуален. Выпало его в выходные довольно много, для многих неожиданно. Ты вырос здесь. Скажи, такая уж правда неожиданность для Британии — снег в середине декабря? Если говорить с моей бабушкой, то раньше, полвека назад, всегда было очень много снега. Раньше говорили о том, что Темза, главная река Лондона, замерзала. Но, конечно, это не происходит сейчас. Так что любой снег, который выпадает, и у нас такие заголовки. Снег, апокалипс. Говорят о том, что в Лондоне холоднее, чем в Москве. И некоторые газеты, вот это Сан, говорят, что они жалуются на такой хаос, который у нас распространяется по стране. И действительно, очень много инфраструктуры здесь, и школы, и аэропорты, и дороги. Местами они парализованы, потому что минус 4 в Лондоне — это много, и это исключение. Так что если у нас, я не знаю, пару сантиметров снега здесь, то это большое дело. Ну вот для меня, как человека, выросшего в Сибири, довольно странно видеть, какой действительно хаос тут это все вызывает. Закрываются школы, в офис можно не ходить, пробки на дорогах, проблемы с транспортом, поезда там и так далее. Почему все сразу останавливается? Мы понимаем, что это смешно, и для вас, и для граждан. Некоторых стран, где снег падает намного больше. И на сайте BBC сейчас есть такое приложение, которое сравнивает разные города с Лондоном. Так что если здесь минус 4, они говорят, что в Якутске вчера было 39 градусов мороза. Ну почему? У нас есть чем сравнить. Можно сравнить. Ну конечно это все связано, потому что если сотрудники не могут добраться до работы, потому что поезда не ходят, или там дороги заблокированы, потому что у нас не хватает снегоуборочных машин, это все связано. И в школах, например, очень часто бойлеры не справляются с холодом. И если нет учителей, то конечно нельзя открыть школы. Но мы всегда возвращаемся, здесь в Лондоне, конечно, где нету снега вообще, 2-3 дня в год, это максимум. Мы всегда возвращаемся к тому же вопросу. Насколько целесообразно иметь и вообще содержать большой штат этих снегоуборочных машин, если они нам нужны 2-3 дня в год. Конечно, в такие дни страдает экономика. Бен, очень коротко, как ты сам от холода здесь спасаешься? Я жил в Москве год, минус 4 для меня это не проблема. Конечно, для детей это не беда, неожиданные каникулы это одно счастье.